От Владимира в работу прибыли три клинковые бритвы. На эти бритвы были оформлены стандартные пакеты, поскольку бритвы, кроме заточки, ничего не требовали. Каждая бритва была после предварительного осмотра подбита василом, поскольку они чуть свободнее ходили, чем того хотелось бы. Но эта услуга принципиально никогда не тарифицируется, поэтому только заточка. Три единицы осматриваем и безоплогательно отправляем законному владельцу. Номер первый это бенгал литой стали, собранный на деревянной оправе. Осевой, как я отметил, подбил, теперь закрывается более или менее плотненько. Бритва заточена. Проверяем, отпускаем, так сказать. В обратную сторону точно так же. Бенгал. Номер второй старый французский клин. Дюпо Броссо. Или Броссей. Ниже последней буковки. Броссей, наверное. Тоже подбил осевой. Теперь так поплотнее ходит, поприятнее. Более уверенно, скажем так. С большей уверенностью в глазах. Номер второй. Замыкающая в тройке. Завод Трудвача. Модель гравюра. Образца 1967 года. Советский человек. Первый в космосе. Голосит травление на полотне. Сразу мне вспомнился Юрий Алексеевич Гагарин. Его без преувеличения, наверное, можно назвать одним из самых обаятельных людей на этой планете, когда бы то ни было живших. Это же кому пришла в голову идея взять человека именно настолько обаятельного. вероятнее всего, наверное, неправильно будет сказать, что он был как-то лучше подготовлен или обладающий какими-то лучшими антропометрическими данными. Но то, что человек исключительного обаяния – это факт. Абсолютно располагающая и миролюбивая улыбка у человека была. Самый-самый обаятельный парень. Гравюра номер третий. Бритвы готовы. Владимиру пламенный салют. Пакуются, отправляются. Я убегаю на тренировку. Всем приятнейшего вечера и до скорых встреч в эфире. Пока.